13 октября комиссия по чрезвычайным ситуациям республики молдова объявила состояние чрезвычайной ситуации в секторе природного газа чрезвычайное положение предполагает внедрение газовыми предприятиями ряда действий которые позволили бы разрешить газовый кризис без необходимости прибегать к экстренным мерам таким как приостановка постава газа не бытовым потребителям не входящим в категорию защищенных потребителей защищенными потребителями считаются все бытовые потребители все предприятия и организации предоставляющие социальные услуги и тепловые электростанции поставляющие тепловую энергию для бытовых потребителей и предприятий социального значения «Молдова-газ» заявили что предпринимаются все необходимые меры для обеспечения непрерывных поставок природного газа своим потребителям и призвали потребителей рационально использовать природный газ в кризисный период, что позволит легче преодолеть режим чрезвычайного положения. Несмотря на то, что представители молдавского руководства всех уверяют и заверяют граждан в том, что у них есть план действий при любом исходе переговоров, истерия в связи с сложившейся ситуацией не утихает. Ситуацию с природным газом мы комментировали в одном из прошлых выпусков, но как ожидалось, ситуация только усугубляется, и важно понимать причину этого кризиса, а также как Республика Молдова может на него отреагировать. В этой ситуации возникают два вопроса, будет газ или нет, и по какой цене. Мы попытаемся разобраться в сложившейся ситуации, но прежде всего обозначим причины возникшей ситуации. Энергетический кризис, связанный прежде всего с нестабильной ситуацией в вопросах поставки и цены на газ, на этот раз не только молдавское явление, и даже не региональное, а глобальное. С энергетическим кризисом сталкивается сегодня весь мир. Причины следующие. Мировая экономика начала восстанавливаться после пандемии и резко понадобились энергетические ресурсы. Азиатская экономика раньше, чем экономика других регионов, стала выходить из пандемии и восстанавливать свои производственные мощности. Привлекая энергоресурсы, азиатские страны, прежде всего лидеры азиатских рынков, стали предлагать хорошие цены на энергоресурсы. Таким образом, цены на энергоресурсы на азиатском рынке, в том числе и на сжиженный природный газ, взлетели в связи с чем производители газа перенаправили свои поставки на азиатские рынки. Другая причина – надвигающаяся зима и необходимость пополнить запасы в газовых хранилищах в Европе. Повышение спроса непременно повышает цену, в связи с чем спотовые цены на биржах взлетели до рекордно высоких, перевалив за одну тысячу долларов за тысячу кубометров. Здесь надо раскрыть скобки, сказав, что существуют два основных способа закупки природного газа. Спотовые, то есть закупка газа по краткосрочным контрактам на бирже и закупка газа по долгосрочным контрактам. На бирже цена меняется в зависимости от спроса и предложения. Цена на бирже может быть как очень высокей, так и очень низкой. Биржи дают возможность для маневра и снижают зависимость от одного поставщика. Иными словами, работают прежде всего как инструмент против монополии. По долгосрочным контрактам цена, как правило, не очень низкая и не очень высокая. Но долгосрочные контракты обеспечивают стабильность в краткосрочной и долгосрочной перспективе в вопросах поставок газа, что в свою очередь делает ситуацию более предсказуемой и дает возможность долгосрочного планирования. Нам это понадобится чуть позже, когда мы будем разбирать, почему Молдова оказалась в ситуации, в которой оказалась. Теперь самое время поговорить о том, как этот кризис встретила Молдова. Если очень просто, то оказалось, что страна не готова к этому кризису. И речь идет не о краткосрочных мерах, а о том, что за 30 лет существования независимой республики Молдова ее власти не предпринимали достаточных усилий для обеспечения энергетической безопасности страны. Другой вопрос, который следовало бы задать, могла ли республика Молдова избежать этого кризиса? Наверное, нет. Речь идет о мировом энергетическом кризисе, а Молдова не является энергетической державой, поэтому этот кризис не мог не коснуться нас. Другой вопрос, могла ли Молдова подготовиться к этому кризису так, чтобы пережить его, не почувствовав. Не почувствовать этот кризис, Молдова никак не может. По той же причине Молдова не является энергетической державой. Все 100% энергоресурсов наша страна импортирует, поэтому мы на все 100% зависим от ситуации на мировом энергетическом рынке. И не только по вопросам поставки газа, но и по вопросам поставки электроэнергии, потому что электроэнергию республика Молдова закупают у молдавской ГРЭС в Кучурганах, которая принадлежит российской компании Интеррау, а молдавская ГРЭС производит электроэнергию, используя тот же природный газ, ну или уголь, когда нет газа. Могла ли республика Молдова минимизировать возможные негативные последствия от энергетического кризиса? Наверное, да. Минимизировала или нет, давайте разбираться. Молдова покупала природный газ и пока еще покупает как минимум до конца октября этого года по так называемому долгосрочному контракту с российским энергетическим гигантом Газпромом. Почему так называемому? Потому что контракт между Газпромом и Молдова Газ был заключен в 2006 году. Но раз в год, либо раз в три года подписывалось соглашение о продлении этого контракта. Таким образом, каждый год перед началом отопительного сезона создавалось напряжение по вопросу поставок природного газа. В этом контракте была прописана формула расчетов, привязанная к другим видам топлива, которая была соизмерима с среднеевропейской ценой за природный газ. В середине 2020 года спотовые цены на природный газ, то есть цены на биржах, резко упали, достигнув исторического минимума в 35-40 долларов за 1000 кубометров. В связи с этим многие политики в Молдове, как справа, так и слева, начали возмущаться, мол, зачем мы покупаем газ у России за 250 долларов, если его можно купить за 40 долларов на бирже. Еще 40 долларов понадобится за его транспортировку, и нам он обойдется в 80 долларов за 1000 кубометров. Говорили тогда. В конце 2020 года глава Молдова ГАЗ Вадим Чибан заявил о том, что Молдова ГАЗ удалось изменить формулу расчета цены на газ для Молдовы, которая будет применяться в 2021 году. По новой формуле с апреля по сентябрь Молдова сможет использовать спотовый компонент в расчете стоимости поставки газа. Это означает, что если цена на европейских биржах будет ниже, чем та, что рассчитывается, исходя из старой формули, то Молдова ГАЗ будет покупать газ на бирже, то есть более дешевый. Так сказал Вадим Чибан 22 декабря 2020 года на встрече с журналистами. Кто дал Вадиму Чибану поручение договориться о новой формуле, неизвестно. Думаю, по этому поводу необходимо провести расследование, которое должно дать ответ на этот вопрос. Оказалось, что спотовый компонент используется в расчете за газ не только с апреля по сентябрь, как заявлял Вадим Чибан, а за весь год. Помимо проблем, которые спровоцировал глобальный энергетический кризис, вскрылись, что называется, и старые проблемы Молдовы, которые не решались многие годы. Истек контракт с Газпромом. Новое правительство встало перед проблемой поставок газа и необходимостью договариваться о продлении действующего или заключении нового контракта. Я не буду утвердать, что старые власти заложили таким образом мину под кресло нового премьера и президента, хотя очень похоже на то. Спишем это на то, что молдавской политической элите просто не хватало государственного мышления и заботы о долгосрочных интересах страны и общества. Социалисты, которые с лета этого года в оппозиции стали призывать руководство страны спуститься на землю и как можно скорее начать переговоры с Газпромом о поставках газа. Вначале правительство заявило, что есть Молдова-Газ, пусть Молдова-Газ договаривается с Газпромом. Молдова-Газ объявил, что контракт с Газпромом продлен на месяц до конца октября 2021 года. Но дело в том, что переговоры Молдова-Газ с Газпромом это все равно, что переговоры Газпрома с Газпромом. Газпром владеет контрольным пакетом акций Молдова-Газ. Ожидать, что в переговорах с «Газпромом» «Молдова-Газ» будет руководствоваться интересами Молдовы, а не «Газпрома», я думаю, не стоит. Потом к процессу подключилось и правительство страны на уровне вице-премьер-министра и министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спына. Вовлечение правительства в этот процесс закончилось с поездкой Спыну в Санкт-Петербург на энергетический форум, где он намеревался встретиться с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, но с ним встретился заместитель Миллера. Очевидно, разговор о продлении и заключении нового контракта на поставку природного газа не получился. После этого социалистические и околосоциалистические СМИ запестрили заголовками «Правительство провалилось. Майя Санду нужно срочно садиться в самолет и лететь в Москву, чтобы договориться о новом контракте». Не отстался в стороне и МИД России Сергей Лавров, заявивший, что США прямо запрещают Майя Санду говорить о стремлении развивать отношения с Россией. В общем, ничего нового в риторике России. В последние несколько недель мы наблюдаем попытку разжечь истерию вокруг поставок природного газа и затянуть руководство страны в переговоры, в которых у руководства Молдовы нет никаких шансов не то чтобы добиться хоть каких-то приемлемых результатов для страны, но и выйти из этих переговоров с чистым лицом. Истерия подогревается нагнетанием ситуации и провоцированием паники. Можно увидеть сообщение следующего содержания. Газа не будет или газ будет стоить 15 лей. В общем, если не будем умолять «Газпром» подписать с нами контракт, завтра настанет апокалипсис. Я ни в коем случае не пытаюсь сказать, что нет повода для беспокойства, но в такой ситуации важно сохранять спокойствие и оценивать все трезво. Общество должно понимать, что правительство может, а чего не может. А самое главное, мы должны дать себе ответ на следующий вопрос. Правительство должно добиваться газового контракта с «Газпромом» любой ценой или у Республики Молдова есть интересы помимо дешевого газа. И самый главный вопрос, сможем ли мы пережить повышение цены на газ и как это отразится на обществе и национальной экономике. В этой ситуации правительство ни в коем случае не должно поддаваться панике и, сломя голову, мчаться в Москву для подписания нового контракта. Республика Молдова не готова к этим переговорам. У нас нет рычагов и пространства для маневра, которое позволило бы нам торговаться с Москвой. В этой ситуации руководство страны просто выкрутит руки и навяжут контракт, который будет иметь долгосрочные негативные политические последствия. Следует вспомнить бесконечные поездки Додона в Москву и только в Москву, которые не обеспечили Молдове скидки на природный газ. Мы платили за российский газ так же, как и вся Европа. При всем при том, что Додон не является человеком Кремля. Политика Додона явно была направлена на международную изоляцию Молдовы и зависимость от Москвы. За четыре года своего президентства помимо Москвы Додон побывал только на Генеральной Ассамблее ООН, где сфотографировался с Макроном в коридоре и на коронации японского императора. Стоит ли контракт с Газпромом на условиях Москвы международной изоляции Молдовы? Думаю, нет. Чего хочет от Республики Молдова Москва в вопросах поставки газа? Прежде всего, обеспечение поставок газа в Приднестровье. Вот что об этом говорит эксперт в области энергетики Сергей Тафилат. Для администрации Кремля важно сохранить ту ситуацию, посредством которой российский газ поступает в Приднестровье, условно бесплатно, но за подписание договоров и финансовую ответственность несет молдавская сторона, то есть Молдова-газ. Типа, ребят, мы влияем, а вы платите, да, что-то вроде этого? Да, объясню почему. Газпром не... Газпром является публичной компанией, он не может себе позволить заключать договора с непризнанной компанией, допустим, Террасполь, Трансгаз в Приднестровье. Почему? Ну, что это непризнанная территория, это фактически может считаться финансированием сепаратизма, терроризма с соответствующими последствиями для компаний. Значит, поэтому Газпром вынуждает нас, поскольку мы зависим от российского газа, вынуждает нас брать объемы как для правобережья, для жителей Молдовы, так и для левобережья, да. Соответственно, Газпром это прописал в условиях того долгосрочного договора, что мы обязаны брать и для Приднестровья. Это условно бесплатный газ поступает в Приднестровье, и преднестровские власти его перепродают местным потребителям, в основном Молдавской ГРЭС, по значительно сниженным тарифам, 20-30% реальной рыночной стоимости газа. То есть это не только домовладение, это еще и производители? В основном производители, да. За которые они тоже не платят, этот газ не платят? Производители платят, но очень маленький тариф, там 10-20-30% от того, что платим мы. Почему в Приднестровье тарифы на коммуналку в 6-7 раз дешевле, чем у нас? Потому что там газ бесплатный, ты его можешь также бесплатно практически раздавать. Но, значит, продается этот газ местным потребителям по заниженным тарифам, и все поступления уходят на специальный газовый счет, откуда деньги перечисляются как займ в бюджет Приднестровья. То есть треть бюджета Приднестровья финансируется вот за счет перепродажи газа. То есть это источник финансирования Приднестровского бюджета. Долг перед Молдову ГАЗ за голубое топливо, поставляемое на левый берег, достиг 8 миллиардов долларов. Во-вторых, России важно обеспечивать газом Молдавскую ГРЭС, которая принадлежит российской компании Интеррау, а ГРЭС потребляет столько же газа, сколько весь правый берег. Третья причина. России надо обеспечивать газом население Приднестровья. Поставлять газ в Приднестровье через Украину, учитывая взаимоотношения Москвы и Киева, вряд ли получится. И речь не только об аннексии Крыма и войне на Донбассе, но и газовой войне, развернувшейся между Москвой и Киевом в последнее время. Москва строила северный поток, чтобы избежать зависимости от Киева в вопросах поставки российского газа в Европу. А теперь ради обеспечения Приднестровья России придется договариваться с Киевом. Готова ли Москва на это? Вот что думает по этому поводу эксперимент. Мы с вами, потребители электроэнергии, вынуждены финансировать Приднестровский режим. Так, чтобы было понятно. Поэтому я не думаю, что администрация Кремля через Газпром откажется от поставок газа в Республику Молдова. То есть газ наверняка с большой долей вероятности будет. Потому что им важно поддерживать этот режим. Это рычаги, которые Молдова может использовать в переговорах с Газпромом. Но сможет ли Молдова использовать их в нынешних условиях? Думаю, нет. К этому не готовы ни правительство, ни страна. У правительства было очень мало времени, чтобы подготовиться к этим переговорам. А страна не готова к ним априори, поскольку мы не избавились от энергетической зависимости от России. Если по вопросам поставки газа у нас есть альтернативные источники, то в вопросах поставки электроэнергии мы на 100% зависим от молдавской игры, с которой, как я уже говорил, принадлежит российской компании Интерао. Эта ситуация должна подстегнуть страну и правительство ускориться в обеспечении энергетической безопасности Республики Молдова. Прежде всего, речь идет о внедрении Европейской Директивы или Третьего Энергетического Пакета, который призван избавить нашу страну и стран, его внедрившие, от монополии и зависимости от одного источника поставки энергоресурсов. Второе, но не менее важное, что должно сделать правительство – присоединить страну к другим источникам электроэнергии из Европейского Союза и Украины, чтобы обезопаситься в вопросах поставки электроэнергии. Только после внедрения этих мер правительство может позволить себе задуматься о возможности переговоров с «Газпромом». Лучше перетерпеть 2-3 года, приложить все усилия для внедрения мер, обеспечивающих энергетическую безопасность, чем лететь в Москву, сломя голову без хороших переговорных позиций и откатить страну на десятилетия назад в вопросе обеспечения ее энергетической безопасности. Для Москвы важно, как можно дольше держать Молдову, зависимой от России в поставках энергии. России не нужен третий энергетический пакет в Молдове. И тем более Россия не заинтересована в энергетической безопасности нашей страны. Останется ли Молдова без газа в случае, если не будет подписан новый или продлен имеющийся контракт с «Газпромом»? Эксперты говорят, что нет, потому что у Молдовы есть возможность реверсной поставки газа с севера и юга из Украины, а также с запада через газопровод «Яссы-Кишинал», который по сообщениям властей уже функционирует. Если это будет не российский газ, это может быть газ, приобретенный на европейских биржах по спотовым ценам. Теперь главный вопрос – это цена за газ. По мнению экспертов, Молдова будет закупать газ по цене 790 долларов за 1000 км. Это в том случае, если правительство ничего не будет предпринимать для того, чтобы получить новый контракт с «Газпромом». Как это отразится на рядовых гражданах и на экономике? По словам экономиста Вячеслава Яница, если реализуется самый худший сценарий, при котором Молдова будет закупать газ по цене 790 долларов за 1000 км, то цена газа для конечных потребителей достигнет 9 лей за 1 кубометр. Эксперт напоминает, что конечный потребитель в Молдове не всегда платил 4,5 лея за 1 куб. Как мы платим сейчас? Например, в 2015 году цена достигала 7 лей 20 бань за куб газа. Если говорить об экономике в целом, то, по словам Яница, расходы на энергоресурсы в таком случае могут составить 10,5% ВВП. Например, в 90-е годы Молдова тратила 20% своего ВВП на закупку энергоресурсов. Для смягчения негативных последствий от энергетического кризиса правительство может внедрить инструменты компенсации расходов для населения, чтобы помочь гражданам и стране пройти через этот кризис. Как мы видим из анализов экспертов, не так все мрачно, как может показаться. Никто не говорит, что надо расслабляться и ничего не делать. Безусловно, надо искать способы обеспечения страны энергетическими ресурсами и снижение нагрузки на конечных потребителей. И самое главное, ускорить внедрение мер по обеспечению энергетической безопасности страны. Чего не надо делать, так это поддаваться панике, вступать в переговоры с Газпромом, имея заведомо проигрышную позицию и заключать контракт, который может откатить страну на десятилетия назад в вопросах энергетической безопасности. Я думаю, молдавскому обществу и политическому классу пора повзрослеть и понять, что Республика Молдова – это независимое государство, у нас, у которого есть свои интересы тоже. Независимость требует определенных усилий, но открывает неограниченные возможности. И не стоит забывать, что каких-то сто лет назад за независимость своей страны люди отдавали свои жизни, а нас пытаются напугать повышением цены на газ.